Добрый вечер, друзья! Сегодня сравниваем Гленфидич 12 лет и Гленмаранж 10 лет. Гленфидич вот такой вот для теста купил. Честно, у меня в коллекции Гленфидич 15 лет всегда был в наличии. Гленмаранж очень известная марка, поэтому друзья приходят, поэтому она в таком большом варианте. У Гленфидича, как всегда, очень интересные бутылки. Это у нас барбекю еще в руку. Гленмаранж. Сравниваем по четырем П из пяти. Это посмотрели на цвет. Видно, что Гленфидич более темный, более красивый, я бы сказал. Дальше мы нюхаем. Это второе П. Очень сладкий, выразительный и очень приятный запах. Сказать, чтобы нотки чего-то цитрусовые. Вот сладкий цитрусовый запах. Удивительно, запахи похожи, но здесь присутствует свежесть, такой свежий сладкий запах. А здесь он уходит в цитрус. Нотки дыма, бочки дубовой. И чуть-чуть он проскальзывает в перец. Но моментально уходит после вкуса. Оно сладкое и невыразительное, быстро убегающее. Как такое мы реал-тайм пишем, интересно. Сейчас будем заливать быстро. Неожиданно так получилось. Да, но закусывать хочется тоже. Вкус сладкий, невыразительный. Вот просто так сладость какая-то с нотками алкоголя. Но после вкуса намного дольше, чем у Глинфиеча. Остаётся тоже какой-то мёд. Мёд и ваниль. Вот такой на языке. Дайте ещё раз я попробую. Неинтересно, цитрус появляется после вкуса или нет у него? Нет, как всё сказал. Сначала бочка, потом такой дымок проскальзывает. Такой тоже перчик и уходит. Очень интересный Глинфидич. На самом деле я бы сказал, что он, наверное, и должен быть. Он 12 лет, а Глинмаранж 10 лет. Глинмфидич лучше. Лучше, чем Глинмаранж. На этом заканчиваем, ребят. В принципе, я думал, честно говоря, что Глинмаранж выиграет, но выиграл Глинмфидич. Хорошего вечера вам.